Синемафония, конечно, интересный жанр. Эта синемафония, она создана творческой группой. Идеей принадлежит Сергею Довитая и режиссеру Георгию Параджанову. На музыку Шостаковича положены кадры хроники. Конечно, очень-очень сложно и, наверное, невозможно абсолютно конгениально передать характер музыки, передать каждый такт, каждую фразу. Но, наверное, создатели и не ставили это своей целью. Поразительный резонанс входит музыка и кадры кинохроники. Первая часть с ее темой нашествия. А начинается все мирной жизнью, стройки, пятилетки. Все это нам помогает и неислушенному слушателю помогает лучше понять музыку. Но, тем не менее, мы взяли синемафонию в репертуар и решили играть, потому что в целом это замечательная работа. Вот в целом очень хорошее попадание в музыку, в замысел композитора. Для нашего оркестра исполнение седьмой симфонии Шостаковича, вообще для нас главное – это музыка. Главное даже не кадры, хотя хроника, конечно, мощная совершенно. Для нас главное – это исполнение музыки. И вот эта музыка лет 15 не исполнялась в Омске. Это огромная работа. В симфонии идет почти час двадцать. Это монументальнейшее сочинение. Для нас это такая веха в нашем развитии оркестра. Дирижер Карл Элиасберг, который дирижировал премьеры этой симфонии в Ленинграде, в осажденном блокадном Ленинграде, он приезжал в Омск, когда еще оркестр только начинал, в первые годы существования Омского академического симфонического оркестра. И дирижировал Омским оркестром. И вот какая-то в этом есть особая, ну что ли, трепетная такая преемственность. Мы гордимся этим фактором. Это был великий дирижер. Великий дирижер. Но вообще исполнение этой симфонии в блокадном Ленинграде это какой-то невероятный, невероятный подвиг. Собирались музыканты со всех военных оркестров. В этом году мы отмечаем 80 лет со дня премьеры симфонии. Премьеры состоялось в Пуйбышеве, сейчас Самара, в марте 42-го года. Представляете, это вот начало войны. А сама симфония была написана в декабре 41-го. Это были тяжелейшие годы, тяжелейшее время для страны. И тем не менее, автор Дмитрий Шстакович видел нашу победу. Шстакович жил в Ленинграде. Он был профессором Ленинградской консерватории. И вот, причем, первую часть симфонии со знаменитой темой нашествия он написал еще вот в блокированном Ленинграде. И вот только в сентябре его самолетом увезли в Москву, а потом уже в Пуйбышев, где он остался, потому что там было много друзей, коллег, Большой театр. И, собственно, вот оркестр Большого театра впервые была исполнена симфония, потом уже Мравинским в Новосибирске и Москве, ну и дальше летом в блокадном Ленинграде. Ну и после этого симфония, триумфальное шествие симфонии продолжилось по всему миру. Оркестры и дирижеры знаменитые дрались просто за право премьеры зарубежной этой симфонии. И без всякого привлечения можно сказать, что это самая великая из всех написанных когда-либо симфонии. Вот эта симфония самая светлая из всех симфоний Шостаковича. Мне это пришло вот совсем недавно на ум, я так стал разбирать. Вот мы сейчас уже репетируем, и столько красивой, человечной музыки, сердечной. Я, слушай, первая, вторая, третья, нет, четвертая, пятая, все про другое. А здесь такие контрасты, и мне бы в исполнении хотелось бы как раз подчеркнуть именно эту человечность и красоту этой музыки. Так что 22 июня в концертном зале Омской филармонии исполним эту великую симфонию без всяких купюр от начала до конца с кадрами кинохроники, и это все вместе будет называться синим афониям. Субтитры создавал DimaTorzok